всем привет сегодня мы будем вечером провожать наших гостей пермяков вот сейчас ну почти пермики с пермского края все равно уральцы вот хочу чтобы они вам рассказали что тут как тут у нас что понравилось что не понравилось у нас нам все понравилось нас тут третий лик как может не понравится мы приехали на поезде в 3 часа ночи представляете если незнакомое место вышли не сам куда идти а тут уже мы знали что нас встретят привезли домой как ним домой мы у них как бы сказать как свои уже стали да да уже наши породнились уже хотя вообще мы их не знали мы в первый раз увидели когда сошли с поезда но в живую только на ютубе виделись по комментарии поставляли под видео а тоже живую да когда приехали уже на станцию ну конечно немножко переживали а вдруг не встретят потому что ну понятно люди всякие тоже бывают кто-то пообещает да не выполнить да а тут нас замечательно я вообще себя чужой даже по-моему не чувствую конечно вы наши все да 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 людмила и виктор люди простые душевные такие же как мы свояк свояка видит издалека поэтому пришлись ко двору к душе очень душевные люди поэтому мы будем теперь и дальше общаться обязательно вот расскажите как вы дом выбрали понравилось вам ну вот вот представляете мы приехали в чужое место без машины станет и очень большие и чтобы посмотреть дома это без машины нереально да они нас встретили и повозили по станетам мы посмотрели много домов много домов и вот выбрали себе дом который нам понравился хоть и как сказать денег у нас невеликий но но нашли то что по душе да по корма как там говорят по карману по доходу и расходу не разбежишься так что ничего сейчас тихонько будут вот поедем за вещами сколько мы привезем ну сколько сможем на машине привезем на своей да потому что ехать очень далеко конечно туда то сейчас на поезде уедете обратно то потом на машине это больше двух тысяч километров это конечно и прицепа нету поэтому привезти то получится только самый необходимый минимум и самое необходимое возьмем там потихоньку будем с миру по нитке обживаться как-то где-то мебель какую-нибудь подержанную хоть найдем хоть на первое то время а там уже как говорится человек предполагает бог располагает двоем но все равно где следом пустой там говорите это не ездила не смотрела на вы говорите что там полностью все вынесено все там не там от не стены там ничего ничего нет все надо как говорится потихонечку потихонечку покупать все потихонечку ну считаем все приобретем тихонечко тихонечко ладно черваков напили место что ли ничего ничего страшного самое главное в тепле на юге меня вот вот это вот завораживает да сейчас вот как раз приедете успеете немножко чего-то и посадить хоть чуть-чуть посеете рассады помидоров я вам дам хоть несколько кустышков посадите как бы мы без вас да конечно куда вы теперь без нас так что да ну не знаю насколько у вас душа хватит если столько через вас уже людей переехало как сказать стольким людям помогли я не знаю сколько какое у вас сердце большое ну людям надо как-то помогать ведь это не все ведь могут себе позволить останавливаться в гостиницах не у всех деньги есть платить за гостиницы платить за такси не всех есть свой личный транспорт когда бюджет ограниченный дай бог чтобы дом какой-то все-таки хочется томки но немножечко чтобы он не падал он нормальный был но вот скажите еще такой вопрос такой вот у меня вопрос вот вы объявление смотрели сначала на авито да вот на сайтах разных и потом вы эти дома увидели уже как бы вживую да есть разница понятно нам на вид и даже по 350 тысяч дома оказались такие прямо это ну просто таких цен нет я не знаю где где на самом деле это минимум надо 500 на отдаленных очень отдаленных футорах вот у нас рядом тоже вот с александров с александровкой хутор христи чего там предлагали за 250 но там дороги вот если у нас плохая то там вообще не заехать туда если дождь придет даже в хутор будет не заехать то есть из хутора будет не выехать то есть у меня толик бы не смог бы даже на работу даже на нашем драндулете вездеходе ездить не как-то нету таких цен это просто замануха да не всем объявлениям надо верить надо их проверять ну естественно надо все посмотреть и пощупать потому что в объявление пишет хороший крепкий домика приезжаешь там это уже домик под снос по сути конечно на старость лет залезли в кредиты снова но ничего выплатим потихоньку ничего страшного мы уже это проходили но вы вообще молодцы конечно я вообще вами очень-очень восхищаюсь хотя в комментариях там писали куда лезут они же уже пожилые какие пожилые душа молодая у меня вот будем слово пожилые ассоциируется с тем что пожил и хватит то есть пора уже призадуматься о старости о белых тапочках я об этом никогда не думала тут люди просто вот на них смотришь они настолько позитивные да настолько душевные что мне кажется что они горы свернут хотя и говорят ой дед там такое это без слез не взглянешь на этот дед еще вас всех перепашет он худой дожилистый у нас просто в семье все такие тоже это худосочные вот как я это мама тут это уже на пенсию когда вышла раздобрела потому что отлинь ничего мы впереди лето впереди лето будем ездить на море принимать грязи и лечить свои суставы во внутрь не принимать во внутрь грязи не принимать во внутрь вина хорошего южного надо да сначала надо на есть я вот тоже говорю в этом году если будет урожай фруктов наверное зелеными зажрём и черешни и вишни и абрикосы в том году ничего не было но в этом году вроде как должно быть что дай бог чтобы заморозка не было и будет не не кто как сказать мечтает о юге надо просто взять стать и делать они боятся тоже не за границу едете я всегда тебе говорила дети тоже у нас его ой да куда да вы поехали да вы что да вы что в таком то возрасте да какой возрасте что нам теперь сидеть надо двигаться люди хотят жить жить вот именно какой такой возрасте мы живем ведь сегодня я по неизвестно что будет завтра надо жить пока жизнь тебя идет надо двигаться вперед наоборот вот где мы жили там лето коротко вот и сидишь только телевизор смотрит а здесь девять месяцев на диванчике печки топишь печки топишь а то ладно что печки то и их не топишь а то ты наоборот целый день здесь же все в основном на улице наоборот замечательно я считаю для положения посылок людей самое то я собираю у кого с легкими плохо своими руками нужно переезжать все это моё ну не только это лёгкие кускалы на море климат здесь конечно замечательный здесь вот у нас как раз вот он такой да 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 все хорошо очень я нисколько не жалею вот дай бог сейчас съездить забрать кое-какие вещи сколько сможем и поедем машинку немного подремонтируем у нас машинка маленькая и сюда и посадим что-нибудь здесь картошку двора засадит мы не поздравим да вдвоем то и раз посадите ведро посадите и вам хватит да конечно гурцы как говорят в августе можно посудить такие едокие что знаете как вы едите так да прямо дядя витя так тот вообще как воробушек клюет поклевал я ему побольше подкладываю тарелку он жене подменит и да да он все жену кормит молодец заботливый так и сам должен быть упитанный чтобы жена легла что было чем прикрыться пощеголять уже такой день сегодня прохладно вчера была теплась заветом заветом день такую теплую кофту что-то нарядилась я собираюсь сейчас на поезд сейчас соберемся сейчас я вам там еще сало отправлю вам в гостиницу ребятам увезете но мы дома то ели один-два раза а тут нам хозяева утром мы спим она идите завтракать днем опять уже это я по моему дома 1 много мелодия ела чем здесь ну хоть отдохнули отдохнули хоть немножко все хорошо вы такие живчики на месте то не можете сидеть тут хоть это поприжали немножко попки очень хорошо все замечательно если у кого есть желание не они думайте долго а езжайте надо все попробовать да резкость спилась да и цены растут на дома цены растут так что надо это каждый год все дороже дороже не не очень хорошо как бензин дорожат так и дома да и дома то еще быстрее дорожают с ним не успеваешь за ценами у нас вы даже на хуторе вот мы с вами звонили по дому я вам показывала изначально 350 он был выставлен продавали продавали продать за 350 не смогли теперь 650 плюс еще половину земли я отрежу себе за на кошмар просто не говорить она бы продавала это весь участок и это да 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 там и дорога грунтовая и магазин рядом и все подумала подумала дай половину то себе участка а чё половина участка да тем более как-то границу посередине да на хутор никто особо не рвется поэтому как вам понравилось наше транспортное сообщение 3 часа стояли на остановке так как он через пень колоды то людям приходится просто как-то выживать приобретать подержанные машины хотя бы между поселками где-то там ездить потому что расстояние это огромные конечно это по карте кажется все так рядышком и близко на деле то не станется такие длинные пешком обходить это нереально это нереально живет 500 человек а хутор длиной 3 километра один из января она неркоти пожалуйста андрюша потом починишь ладно велосипед чинит ребенок то все нормально все уже все рассказали все показали теперь с богом да и может бояться так у кого дети да у кого маленькие дети нужна не было бы не работа нужна А если пенсионеров, детей нету, садик, плюс не надо, школа не надо. Да сейчас скажут, что нет, не садик, не школа. Молодым надо большие населенные пункты, чтобы главная самая работа была. Работа. А пенсионеру-то что там надо? Да. И приезжайте, детям тоже пропитайте. А то, по-твоему, скажут, что одних пенсионеров приглашают. Детям очень нужны фрукты. Детям-то нужны, но просто поближе к крупным. Крупные станицы. Ну вот дети потом к вам поездят, поездят гости-то, глядишь, и тоже загорятся, соберутся. Где-нибудь только поближе к городу уже, чтобы работа была и все, поселятся. Так что будем на море ездить. Если хотите работать, можно. Ну правильно, вы раздразните, я знаю вас. Такие еще дразнительные. Можно и на хуторе найти. Каждый цветочек тут детям дразнит. А если не хочется работать. И грибы-то мы тут собираем, и цветы-то мы тут нюхаем. И грибы уже собирали. А потом морем будут еще хвастаться. Так вообще, конечно, за вами тут побегут. Не, все хорошо, очень хорошо. Вон какие рядчики растут красивые. Попробуйте там. Мы уже все вишену фотографировали, цветет, абрикос зацвел, мы отправили. Вишня еще не цветет. Что вы шутите? Вишня-то не цветет, слива только. Ну там-то я... Слива. Мы, конечно, не очень разбираемся, где что цветет, как это... Но оно цветет, главное. Но оно цветет. И пахнет. И мы отправляем. А как это дерево зазывает, пока еще не знаем. А по ягодам потом определим. Только по ягодам будем разглядывать. Что, как это, что за дерево. У дороги вон прямо стоит цветет, это красота. Да, да, да. Эта абрикоса, главное, в лесополосах его валом. Не надо, а другой большой. И на крыше, и здесь нет цветов нападут. Да, тут в округе, там много абрикосов, если урожайный год будет. Так вот тут. Но собирать не могу. И вам хватит. Да, вон, в лесополосах. И нам хватит. В лесополосах, в лесополосах, пока цветет. А в Азове там прямо вдоль улицы вишни стоят. Вишни. Прям вдоль улиц. Красота. И все в лесополосы, как белые стены. Андрей, потише можешь, пожалуйста? Ну, уже все, все рассказали. Все рассказали, Галина. Ну, ладно, тогда что, мы с вами прощаемся. Я желаю вам удачно доехать и удачно вернуться. Конечно. И опять же к вам приедем. Естественно. А куда вы теперь без нас? Друга-друга, будем общаться. Да, как-то надо вам еще. А сауна-то у них какая ебаня. Вчера напарились. Мне очень понравилось. Нам обоим. В Александровке на остановке там намерзлись. Приехали все замерзшие. Вот отогревало вчера их. Да, да, да. Это что-то. Я очень хочу такое бы себе построить. Наверное. Ну, пока первое время к нам поездите. А там уже, как бог даст. Но мыться-то. Я еще у нас не знаю. Ну, понятно, мыться, а попариться-то. Да, да. Захочется. Ой, приехали. Не, а то подумаешь, что у вас, наверное, по мысли. Не, не, не. Там у них все есть. Дом с удобствами купили. Все боговое устройство дома есть. Да. Единственное, что печное отопление, ну, как у нас. Ну, мы всю жизнь таким живем. А там все боговое устройство есть. Так все есть, и слава богу. Это на Урале надо топить. Да, да, да. И зимой, и летом. С сентября до мая еще топит. Да, да, да. А здесь все что? Так так же и наше. Лежименьше топить. Чуть не до июня. Ничего страшного нету. Чуть не до июня. Чуть не до июня снегу нанесет. Да, да, точно. Ну, там на Урале можно ждать дождь и мяка. Угу. Все топить. Так что, Галеночка, хозяева мои дорогие, мы все баньку-то зачистим. Ничего, ничего. Мы ждем вас, всегда вам рады. Вы уже у нас свои. В ванне помоемся, а попариться сюда приедем. Да, да, да. Зимой, пожалуйста. Все это без проблем. Да, да. Ну, теперь не чужие уже. Почти соседи по поселкам. Ну, километров 20. Нет, 12 километров. Александр, всем спасибо. Всем до свидания. Все, пока. Все переезжайте. Пока-пока. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok